В прошлом видео на WordPress я показал плагин, который способен заменить дизайн скроллбара на свой уникальный. И я подумал, почему бы не пойти дальше? И на очереди у нас курсор мыши. А есть ли плагин на WordPress, который позволяет сменить курсор мыши на свой в дизайн, в тематику нашего сайта? И я нашел несколько вариантов. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, в этом видео я хочу показать сразу два бесплатных плагина, которые взаимодействуют с курсором мыши. То есть меняет его, дополняет его. Я пересмотрел несколько вариантов и, к сожалению, я не нашел идеального бесплатного плагина, который позволяет загрузить свое изображение, чтобы полностью заменить курсор мыши на свое уникальное. Например, какую-нибудь GIF-картинку, соответствующую с моей тематикой сайта. Этот плагин мы с вами рассмотрим, но, к сожалению, он платный. То есть это опция, чтобы загрузить свою картинку. В остальном у него есть бесплатные опции, которые позволяют выбрать из существующих элементов замену курсором мыши. И второй плагин, который не имеет настроек, но который очень узко, такой специфичный, который подойдет на какой-то праздник. Вот сейчас перед вами демо-сайт, и вы видите, я вожу мышью, и такие сердечки разноцветные разлетаются от курсора мыши. Больше настройок в этом плагине нет. Как я и сказал, он подойдет, скорее всего, на день Святого Валентина или на каком-нибудь 8 марта. Вот этот первый плагин мы с вами сейчас его посмотрим. То есть вот просто сердечки летают и как бы все. Все. Переходим в админку сайта, переходим в плагины, добавить новый. Давайте посмотрим, как выглядит логотип данного плагина в поле поиска. Я ввожу название этого плагина. Вот его название, вот его иконка. У меня он уже установлено, активирован. Этот плагин не имеет настроек, то есть здесь не ищите какие-то его настройки. Как только вы его активируете, то есть это самый простой вариант, просто вот эти вот сердечки. Возможно, кому-то подойдет. Следующий плагин, который я хочу показать, WP Custom Cursor, называется он. Вот его название. Вот его иконка, логотип. Давайте его посмотрим. У меня он уже установлено, я перехожу в плагины. Неактивные. Активируем. Здесь уже поинтереснее. Как я сказал, что у него самое интересное скрыто под Pro-версию. То есть кому уж будет очень сильно нужно, думаю, что он не шибко дорогой. Как только его активируем, у него появляется своя позиция здесь в меню WordPress. Переходим, давайте его рассмотрим. Здесь нажимаем на кнопку Add New Cursor. То, что мне здесь нравится, это вот эта вот демонстрация справа. Вы видите, экран разделен на две части. То есть нам здесь говорится, как будет выглядеть курсор мыши на картинке, например. Вы видите, там такая черная точка с кругом. Как это выглядит, когда мышь будет наводиться на какие-то динамические поля. То есть она превращается в обычную линию. Как она превращается при наведении на кнопку. И на линк, на ссылку. То есть это реально демонстрация, как это будет себя вести мышь на сайте. И вы сразу можете видеть, что здесь вот как раз помечены такими оранжевыми лейблами Pro Only. То есть только для платной версии этого плагина. Сам по себе устроен и дизайн он прям хорош. Мне прям нравится. Но очень жалко, что мне нет возможности в бесплатной версии свою картинку загрузить. То есть полная замена курсора мыши на свою. Итак, здесь есть все-таки вариации замена курсора. Они, конечно, достаточно убогие. Давайте рассмотрим. Вот стрелка. Вот видите, я на демон вожу и сразу могу видеть, не переходя даже на сайт, как будет выглядеть курсор мыши. И как он будет выглядеть при наведении на кнопку. Видите, как поменяется стрелочка. Как выглядят на линке. То есть это чисто для ознакомления. Кому очень уж будет нужно, то, конечно, вы приобретете Pro версию. Или воспользуетесь тем, что вот есть. Также ниже, я так полагаю, там где у нас пометка Pro, мы даже не можем переключить. Показать вот этот вот, например, Default курсор. Если я включаю, внизу кнопка Save настройки, я сохраняюсь. То вы видите, этот переключатель обратно переключается. Также ниже Hover Effect. Это типа эффект при наведении мыши. Если включаем Browse Default, настройки по дефолту браузера, то автоматически верхний переключатель у нас отключается. Но при сохранении вы видите, что у меня настройки эти опять, ну как бы возвращаются по умолчанию. То есть я полагаю, что это платные опции. Также с цветом курсора, он черный. Если я кликну по цвету, захочу поменять и нажму сохранить, у меня слетает. Видите, черное становится. Ну тогда вы спросите у меня, зачем ты показываешь этот плагин, если он весь такой Pro-версия, весь такой ограниченный. Ну, дело в том, что вот вариантов больше интересных на WordPress я не нашел. Это информация именно для тех, кому прям жизненно необходимо на сайте поменять свой курсор. Это может быть какой-то игровой портал, где прям необходимо свой задать курсор. Дело в том, что купить этот плагин, не думаю, что он шибко много стоит. И сам по себе выглядит все вроде хорошо здесь. Это просто для ознакомления. Поэтому кому не подошло, уж извините, но бесплатных вариантов больше интересных я не нашел. Ну и давайте, вот он у нас включен на реальном сайте. Как будет выглядеть? А, ну, получается, что цвет красный применился, да, я его вижу. Хотя здесь он почему-то сбрасывается. Вы видите, помните, я делал красный цвет. Красный цвет применился. Ну, и эти опции тоже. Показать курсор по дефолту, если я сохраню. Пойдем на сайт, то вот курсор по дефолту все-таки возвращается. Смотрим на сайт. Вы видите, появляется курсор по дефолту, наша мышка, но плюс еще и черный вот этот круг. В общем, несколько странно работает здесь опция. Они как будто бы сбрасываются. Причем над ними ни по метке нет, что это Pro-версия. Вот где видно Pro, так это Pro-версия. Ну, здесь, в общем, вопросы все-таки возникают. Несколько специфично работает данный плагин. В общем, что есть, то есть. Надеюсь, урок для вас был интересен, полезен. Всего лишь два плагина я нашел интересных. Всего нашел около пяти-шести, но остальные они дублируют просто опции. Или совсем скучные, или практически то же самое. Поэтому я их не стал рассматривать. Взял вот эти только два варианта. На этом видео заканчиваю и увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...